Всем здарова народ, с вами как всегда я, Дориан Карнет. Сегодня я вам расскажу о топ-5 лучших бюджетных микрофонов, которые вы можете найти, чтобы использовать для записи ваших видео. Погнали! А спонсор этого видео канала Ленар Кайлина. Видеоролики у него интересные, крутые, количество просмотров у него всё время больше, средние отметочки. Качество роликов не выступает популярным видеоблогерам, он ждёт новых подписчиков, чтобы снимать более интересные и качественные ролики. Ссылочка на него будет в описании, передавайте ему от меня привет. Также перед тем, как начнём, вы наверное заметили, что я звучу теперь по-другому, да, пусть у меня теперь другой новый микрофон. Я с ним ещё полностью не разобрался, полностью его не настроил как нужно, но он уже сейчас, думаю, звучит лучше, чем мой старый микрофон. Да, и, собственно, именно поэтому я решил записать этот топ, просто потому что купил новый микрофон, и я думаю, будет неплохо рассказать вам о тех микрофонах, которые можно использовать. Топ в основном будет состоять из микрофонов, которые можно купить, допустим, на Алиэкспресс. Кстати, на Алиэкспресс будет завтра распродажа 11-го числа, и если вам нужно будет купить эти микрофоны, вы сможете их завтра купить со скидкой. Жалко мне, что за это не заплатят, за то, что я рекламирую Алиэкспресс, хотя, я думаю, все его и так знают. Начнём мы, кстати, не с Алиэкспресса, но это не важно, на цены можете смотреть только примерно, просто потому что в разных магазинах они стоят по-разному. Я лишь нашёл лучшие места, где можно построить всякие описания на них, и лучшие места, где их можно купить. Я вообще считаю магазин поп-мьюзик лучшим в плане музыки и так далее, но это не суть. Не забывайте ставить лайки, давайте наберём на этом видео полторы тысячи лайков. Давайте наберём на этом видео полторы тысячи лайков, чуваки, ну пожалуйста, полторы тысячи лукасов, ну. Ну, и так, пятое место, это микрофон Samsung Go Mic. Я думаю, вы о нём слышали, он стоит здесь на этом сайте четыре тысячи рублей, но вы не берите эту цену прямо так в голову. Раньше он стоил около двух-трёх тысяч, и в принципе, я считаю, что это достаточно бюджетный микрофон. Я его поставил на пятое место именно потому, что цена для кого-то может показаться небюджетной, из-за того, что звук у него не идеальный. И, кроме того, я сейчас встречал отзывы о нём, то, что может попадаться брак. Конечно, брак сразу же обменивают, дают вам нормальный микрофон, тем не менее, это не очень приятно, когда вам попадается брак, согласитесь. В плане звука он достаточно неплохой, производит его, понятное дело, Китай, как и все микрофоны в данном списке, но это и не важно, мой микрофон тоже китайский. Кстати, отпишитесь по поводу звука моего микрофона в комментариях, нужно узнать, лучше стало, хуже стало, что в нём настроить и так далее, да. Тем не менее, я считаю, что этот микрофон очень неплохой, он очень портативный, маленький, для него будет идти чехольчик вместе с самим микрофончиком. Он портативный, с ним удобно ездить какие-то поездочки и так далее. Четвёртое место и ценовой диапазон примерно такой же, это 4000, но опять же, тут почему-то на Алиэкспрессе именно так. Но завтра он будет стоить в распродаже 4000, что как раз-таки очень может помочь вам его купить. Тем не менее, я считаю, что этот микрофон также один из лучших. Во-первых, он офигенно выглядит. Во-вторых, его также очень удобно подсоединять к компьютеру через всего лишь USB. Никаких звуковых карт, фантомного питания и так далее не нужно. И это очень удобно, это очень помогает в этом плане, потому что не нужно лишние деньги тратить. Именно поэтому я считаю, что это достаточно бюджетный микрофон, в принципе, может получиться. Отлично выглядит он, быстро доходит с Алиэкспресса. Он отлично звучит, за свои деньги он очень неплохой. Но, опять же, он не для всех, потому что не у всех найдётся лишние там 4000 рублей на какой-то там микрофончик. И да, в этом видео я не буду вам показывать тесты звука этих микрофонов. Тем не менее, вы можете найти сами эти тесты в интернете. Это буквально займёт у вас там 5 минут. Тут, я думаю, встречали у многих ютуберов такой микрофон. То есть, они сидят и около них стоит вот такая вот херовина, поэтому... Я считаю, что это очень неплохой микрофон, но он, опять же, не для всех. И теперь мы резко перескакиваем на номер 3. И номер 3 это уже по-настоящему бюджетный микрофон за всего лишь 1500. А завтра он будет стоить 1300, потому что у них там какая-то чёрная пятница или нет, я не помню, что у них начинается. А, всемирный день шопинга. Окей, я не знал даже, что это такое. Тем не менее, этот микрофон выглядит очень профессионально. С ним идёт также удобное крепление. Его можно ставить на штатив, что очень удобно. Звучит он неплохо, но не самым лучшим образом. Тот же прошлый метеор звучит лучше него, но это на мой взгляд. Самое удобное то, что на нём будут две настройки. Это громкости микрофона и настройки эхо. Что встречается не у всех микрофонов, да и тем более не у всех бюджетных микрофонов. А тут как раз вы сможете настроить себе звук, как вам надо, эхо настроить. Типа у вас крутой микрофон, вы можете там настраивать какие-то эффекты на нём. Подключается он с помощью двух разъёмов. Это 3.5 и USB одновременно. Это типа фантомное питание, но вам не придётся его докупать, что очень прикольно. Так что я ставлю этот микрофон на третье место, мы переходим ко второму. Второе место это самый бюджетный микрофон в этом списке. Я его покупал вообще за 600, по-моему, или 700 рублей. И я пользовался именно этим микрофоном всё это время. Я именно этим микрофоном раньше пользовался SF666. Я мог бы вставить сюда тесты, но сделаем проще. Включите любое моё прошлое видео, где я говорю с голосом и услышите именно этот микрофон. Именно такое у него звучание. Правда, я там немножко обрабатывал, убирал шумы. Именно такое у него звучание. Он по-настоящему дешёвый. Вот его комплектация, к слову, идёт вместе с ним подставочка и сам микрофон. Включается он не в USB, а в 3.5 разъёма вашего компьютера или же ноутбука, неважно. И подключив его, можно сразу же начать пользоваться. Это микрофон, который лично я готов одобрить на все 100, просто потому что он очень бюджетный и он отлично звучит для своей цены. Ну, купить микрофон вот такого вот вида за какие-то там 700 рублей, это, на мой взгляд, очень хорошо. И этого микрофона вам может хватить на долгое время до того, как вы сможете приобрести себе по-настоящему крутой микрофон. Первое место и король всех бюджетных микрофонов это BM800. Я думаю, вы о нём точно слышали, о нём слышали многие. Выглядит он офигенно, идёт во всяческих расцветках. Им пользуются многие ютуберы, даже которые профессионально уже ютубом занимаются. Что-то даёт повод понимать, что этот микрофон очень такой неплохой. Стоит он около тысячи, тысячи с лишним. Разница в цене, это лишь комплектация, которую вы будете получать с ним. Можно там сверху получить поп-фильтр и так далее, но комплектация с поп-фильтром, стоечкой и так далее закончилась, к сожалению. Но думаю, её можно будет найти. А вот, вот, смотрите, очень удобно. Две тысячи, и вы получаете микрофон и фантомное питание к нему. Да, к этому микрофону желательно покупать фантомное питание, потому что иначе вы не сможете открыть его потенциал на полную. Тут сразу можно сказать вместе с фантомным питанием, что нереально круто. Как видите, вот оно, фантомное питание, Blade какой-то там. За две тысячи вы получаете фантомное питание микрофон. Он микрофон потрясающий. Фантомку я не знаю, как оценить, просто потому что я лично её никогда не покупал, не пользовался. У меня сейчас микрофон, который без фантомного питания идёт. Но я думаю, что фантомное питание идёт очень неплохой вместе с ним. А сам же микрофон, как я говорю, это просто царь бюджетных микрофонов. Он лучший в плане звука, он неплохой в плане качества, всего-то тысячу рублей. И его многие используют. Это самый популярный бюджетный микрофон, который вообще есть. И самый популярный микрофон на Алиэкспрессе. Заказывают все именно его почему-то, но это понятно почему. И на этом мой топ, в принципе, заканчивается, потому что мне больше не о чём сказать. Это топ-5 по-настоящему крутых бюджетных микрофонов. Так что, да, советую вам заказывать именно те 5 микрофонов. Ссылочки на них будут в описании. Ссылки будут прямые, не рефералки. То есть я не получу ни копеечки за то, что вы будете покупать. Потому что я думаю, сейчас все начнут думать, О, у меня там в описании реферальные ссылки. Мы по ним перейдём, и он получит процент от продаж. Нет, я не сотрудничаю с Алиэкспрессом, я не сотрудничаю с Pop Music. К сожалению. Я честно, я бы сотрудничал с ним, если была такая возможность. Но я с ним не сотрудничаю. И я вам дам прямые ссылки, без всяких рефералок и так далее, На данные микрофоны. Вы сможете их себе заказать, или же не заказывать, ваше дело. Перед тем, как я закончу это видео, порекомендую вам канал Серёги. Ссылочка, наверное, будет в описании, если что. На этом канале вы сможете в будущем увидеть влоги, Разные челленджи, залазы на различные здания. Ну, вы же любите руфинг и так далее. Так что, давайте поможем этому человеку набрать первые 100 подписчиков. Это всегда очень важно, первая соточка, самая важная. Ссылочка на чувака будет в описании, и передавайте ему от меня привет. А вот теперь, концовочка видео. Здесь я вам скажу несколько слов от себя. Перед тем, как вы закончите это видео, пишите в комментариях слово микрофон, Если вы дострелили до этого момента. Так что да. Если вы досюда досмотрели, слушайте сейчас мой голос, Пишите в комментариях слово микрофон, Чтобы я понял, насколько вы охеренный чувак, и вы дострелили досюда. Да. Не забывайте ставить лайки. Давайте наберем на этом видео полторы тысячи лайков. Давайте наберем на этом видео полторы тысячи лайков, чуваки. Ну, пожалуйста, полторы тысячи лукасов, ну. Также не забывайте еще подписываться на мой канал. На моем канале много всяческого разного интересного. Я думаю, вам может понравиться. Всякие там туториалы по ютубу, что как делать и так далее. А по поводу того, что... Ты же обещал видео по оптимизации, то, как делать стримы. Да, я знаю. И это будут следующие два видео Просто мне пришла резкая идея Снять видео про микрофоны, я решил их снять Поэтому сегодня видео про микрофоны А следующие видео будут Про оптимизацию видео и про то, как делать правильно стримы Так что не надо говорить, что я там Какой-то там козёл Говорил, что сделаю и не делаю Всё будет, чуваки, всё будет Вот А теперь с вами был Дориан Карнет Не забывайте писать комментарии, ставить лайки, подписываться И до новых встреч в новых видео Субтитры сделал DimaTorzok